Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро. Чего ждать от бывшей? И вообще ждать ли чего-то от нее? Каких-то действий, да, может быть, звонков, смс. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни. Вы сейчас, знаете, вот находитесь в каких-то вот агрессивных таких жестких энергиях. Вам бы хотелось и расслабиться, да, как-то не можете, да. Вот какое-то, может быть, даже внутреннее напряжение физически. Вот вы не можете как-то так расслабиться, потому что, вот знаете, вот даже мысли ваши не дают вам покоя. Вы, может быть, даже и спите плохо, потому что постоянно вот какие-то мысли негативные одолевают, как-то, может быть, вы, знаете, вот обдумываете, передумываете ситуацию, которая произошла в вашей жизни, негативная ситуация, связанная с вашей женщиной. Но, несмотря ни на что, вы очень ждете нового этапа. Вы очень ждете счастья, да, хотя вот у вас, ну, больше, конечно, сейчас, наверное, негативных мыслей. Вот эта вот боль и обида, она все-таки не дает вам покоя. Знаете, у вас вот есть такая черта, вы, наверное, вот как джентльмен, да, вы умеете с женщинами обращаться, вы умеете красиво обращаться, вы император, да, выпал, вот вы очень такой самодостаточный мужчина, сильный, волевой, вы умеете принимать решения. Если нужно, то вы принимать решения будете очень быстро, да, кардинальные какие-то, может быть, решения. Но вот в душе как-то у вас нет покоя, вот хочется как-то расслабиться, да, хочется позитива. Вот знаете, вот как будто вы уже выглядываете, вот это вот свет в окне, да, так сказать, вот какое-то солнышко в вашей жизни, вот прояснение какой-то вашей ситуации. Вам так хочется нового этапа в жизни. Женщины для серьезных отношений рядом с вами на данный момент я не вижу пока. Так. Да, вот вы мечтаете, вы мечтаете, чтобы, знаете, у вас начался позитивный позитив в жизни. Но пока вы не видите пути, дороги, куда вам идти, как идти, где найти свое счастье, да, может быть, вы еще не встретили ту женщину, которую вы смогли бы полюбить заново. Вы такой очень чувствительный, интуитивный человек, очень мечтательный, может быть. Вы очень чувствуете людей, разбираетесь в людях, да, ну, в общем-то, потому что у вас уже какой-то опыт за плечами есть, да, уже, может быть, много лет, много чего повидали, слышали, да, ну, то есть уже много чего было в вашей жизни. Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла в нашу жизнь. В нашу жизнь и в наш расклад, да. Так, значит, смотрите. Женщина, которая, ну, она вообще как-то по жизни хитрит. Вот она так хитрит, такая женщина-лиса. Вы ее любили, вы ее боготворили, да. У вас был период безумнейшего счастья, может быть, с ней. Но он уже прошел, конечно же. Это женщина, которая живет очень легко по жизни. Она любит веселье, может быть, гулянки какие-то. Сейчас, да, вот сейчас вы как раз на эту женщину и злитесь. Вы злитесь, вы грустите. Это как раз та женщина, которая сделала в свое время вам очень больно. Давайте-ка посмотрим, чего ждать от нее. Так. Знаете, вот женщина очень финансово зависимая. Королева Пентакли у нас выпала. Вот она очень зависит от денег, от комфорта, от материальных благ. От Успентакли. Это вообще зависимость от больших денег, да. То есть человек любит большие деньги. Чем больше, тем лучше. Человек, с которым, знаете, вот вы были и счастливы, и несчастливы в то же время. В общем, это та женщина, которая, она подарила вам вроде бы и любовь, да. Вот вы любили ее безумно. И в то же время она сделала вас безумно несчастным. То есть, знаете, это человек, с которым вы испытали много эмоций. Вот она, знаете, она умеет показать себя. Она умеет, если ей нужно добиться того, что ей надо, да. Вот подарков, допустим, там денег. Вы это все делали, потому что вы любили. Да, женщина, которая была просто всем вашим миром. Вот она просто мир ваш был. Ну, знаете, вот эта ситуация, которая с ней произошла, у вас была, ну, это как бы предначертано. Это судьбоносная ситуация была. И, в общем-то, даже если вы ушли от нее, да, то это было вот справедливым поступком. Одно дело, если, да, мужчина бросает женщину по какой-то другой причине, да, там, или загулял, там, или еще что-то. Здесь вы, в общем-то, сделали правильно, потому что вы устали терпеть. Возможно, кто-то изменял, да, у каждого будет своя ситуация. Кто-то обижал, еще что-то. Ну, то есть, вы сделали так, как должно быть. Это был правильный шаг, вот этот вот разрыв. Давайте-ка посмотрим, что она будет делать или не будет. Знаете, вот у нее сейчас период какой-то не очень хороший. Она сейчас себя чувствует вот очень одиноко. Да, в свое время у нее были, может быть, пьянки-гулянки. Вот она кутила, да, поначалу, может быть, развлекалась, да, там были поклонники, либо же влиятельный спонсор был. Но этот период у нее закончился. И она, знаете, вот она хочет изменить свою жизнь, но не знает, как. Она начала вспоминать вот те моменты, когда вы были вместе, вот вашу семью, да, если это была семья. Как вы вот вместе проводили время, с детьми, может быть, да, куда-то ходили, ездили. Вот ту идиллию, которая была в начале. Вот она, знаете, даже начинает как-то задумываться и ностальгировать своего рода. Ей вот не хватает именно вот этого ощущения какой-то любви, да, что ее любят, что ее боготворят. Она любит, когда ее кружат, да, вот. Сейчас у нее такого нету. Я не вижу прям, что у нее такой вот есть постоянный мужчина. Да, могут быть там для постели мужчины, но, как правило, она выбирает мужчин денежных. Вот она начинает, может быть, с постели, да, она надеется, что это все будет переходить в более серьезные какие-то отношения. Но у нее, как правило, этого не получается, потому что мужчины прекрасно все видят. Они быстро раскусывают таких женщин. Она, вот знаете, она бы даже, может быть, и хотела к вам проявиться, но она не знает, как. Она понимает, что она накосячила, да. Она не хочет упасть, как бы, лицом в грязь. Она привыкла вообще по жизни манипулировать и вами, и другими людьми. Я думаю, вы это тоже заметили. Она просто вот не знает, что ей делать. Вот даже появиться к вам, она в некотором роде боится, что вы ее отошьете, что вы ее не примете, да. Она не хочет, чтобы корона с ее головы упала, потому что вы очень быстро собьете корону лопатой. Она, знаете, даже иногда, вот может быть, перебирает в уме какие-то варианты, как лучше вот появиться, позвонить, написать, может быть. Может быть, ребенка подослать, да, если вот у кого есть ребенок. Ну, то есть, она вот периодически, она ломает голову, как бы ей к вам появиться, да. Давайте-ка уточним, а зачем она хочет появиться к вам. Вот именно после разрыва, да. Вот зачем. Ну, конечно же, у нее не хватает денег. У нее не хватает денег, и поэтому вот она думает, что вот она появится, да, и вы сразу же побежите за ней, вы помчите за ней, как это было когда-то, да. Я думаю, некоторые из вас даже, может быть, добивались ее долго, тщательно, и по молодости, да, может такое быть. Она думала, что вы и сейчас будете бегать за ней. Вот она поманет вас пальчиком, и вы, знаете, как дрессированная собачка, побежите. Но этого не произойдет, скорее всего. Вы не побежите, нет. Нет, вы не побежите. Она слишком большую травму вам нанесла, видите. Вы ее любили, вы ее очень любили, но она разбила вам сердце. Она настолько разбила вам сердце, что вы просто уже не захотите, ну, второй раз в одну и ту же реку, как бы, ну, умный человек, ну, никогда не будет входить дважды в одну реку. Есть масса примеров, когда люди сходятся, да, вот, несмотря ни на что, в разных ситуациях, даже предательство, прощают, измены. Но ничем хорошим это не заканчивается. Это может быть единицы, там, ну, очень маленький процент людей, которые как-то более-менее нормально живут после предательства, да. Но все равно это будет какой-то отголосок в душе. Но мы же не можем вычеркнуть из памяти это все. Мы не можем забыть, как бы нам не хотелось. И всегда будет это всплывать, пусть периодически, да, вот эти мысли, вот эти воспоминания, особенно если будут какие-то новые терки, новые какие-то проблемы с женщиной. Они все равно будут, потому что не бывает отношений без ссор каких-то, пусть даже бытовых. И это будет все равно периодически, вот, знаете, вашим напоминанием, вот, звоночком, да, вот, как она поступила, как она предала. И, ну, ничего хорошего из этого не будет. Вот как-то так. Поэтому женщина мечтает, как бы, да, вот, если бы все вернуть, но, опять же, вернуть тот комфорт, ту сытую жизнь, потому что сейчас она себя чувствует очень ненужной. Даже если у нее есть, там, одноразовые мужчины какие-то, либо же короткие отношения, но они ее не устраивают, да, и она их особо не устраивает, да, потому что они видят ее меркантильный характер, да, вот, ну, мужчины, в общем-то, чувствуют женщин. Какие женщины подходят для одноразовых отношений, какие для серьезных, это все очень быстро чувствуется и просчитывается на раз-два просто. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока!